Привет, студент! Через пару мгновений ты будешь в курсе всех новостей студенческой жизни. Целый день команда Универ Ньюз собирала все самое свежее и интересное специально для тебя. А обо всем по порядку тебе расскажу я, Петрова Дарья. Смотри сегодня в выпуске. Покажем талант миру. Представители Универ ТВ и ЮФМ вернулись из Германии. Новые идеи улучшат жизнь. В КФУ прибыли представители Сименс Медицина. К работе готовы. Казанский федеральный сотрудничает с крупнейшим вузом Пекина. Научные разработки Казанского федерального заинтересовали одну из ведущих компаний по поставке медицинского оборудования Сименс Медицина. О том, что именно привлекает большие компании в Казани, узнаешь далее. В КФУ с визитом прибыли представители одной из ведущих компаний поставщиков медицинского оборудования в сфере здравоохранения Сименс Медицина. Эта компания занимается развитием инноваций и сейчас является одним из технологических лидеров во многих отраслях промышленности. Сименс сотрудничает с компаниями 190 стран мира и сейчас заинтересован в научных разработках Казанского федерального университета. Здесь, насколько мы знаем, в Татарстане, именно вот в этом месте проводятся научные разработки, которые двигают вперед ваш регион. И мне кажется, как раз ваш регион и ваш университет – это то место, куда необходимо съездить, познакомиться и поддержать науку. Гости посетили объекты медицинского кластера университета. Был отмечен успешный опыт сотрудничества Казанского федерального с крупными транснациональными корпорациями. Встреча завершилась уверенностью в дальнейшем сотрудничестве между университетом и компанией. Совсем скоро в университете планируется открытие специального класса для подготовки студентов. Анастасия Иванова, Роман Самарин, Универ Ньюс. Научная и образовательная жизнь Казанского федерального покорила внимание Пекинского административного института. Его представители не упустили шанс приехать в старейший вуз России и убедиться во всем лично. Чем же запомнилась эта встреча, расскажет Аделя Шамилова. 2 ноября двери Казанского федерального открылись для представителей Пекинского административного института. Этот вуз известен миру как центр подготовки государственных служащих и административных специалистов учреждений города Пекина. После подробных ознакомительных презентаций двух вузов, стороны обсудили вопросы и планы дальнейшего сотрудничества. Участники беседы пришли к единому мнению, что на сегодняшний день крупнейшим вузам мира необходимо активное развитие гуманитарных контактов. В ходе встречи коллеги обменялись предложениями по совместно научно-образователям деятельности. И подписали меморандум о сотрудничестве, определив перспективное направление дальнейшего взаимодействия. Стоит отметить, что гости давно проявляют огромный интерес к сотрудничеству с известнейшими вузами России. И, конечно же, Казанский университет не остался в стороне. Адель Шамилова, Ленарда Влетяров, Универньюз. Всемирная сеть не молчит. Самые актуальные новости интернета уже собраны в нашей традиционной рубрике Веб-Ньюз. Чрезвычайный полномочный посол Великобритании в Российской Федерации господин Лоурен Стэнли Чарльз Бристоу прочитал в КФУ лекцию для студентов. Также господин посол анонсировал расширение грантовых программ для иностранных студентов, прибывающих в вузы Великобритании для обучения в магистратуре. 3, 4 и 5 ноября в научной библиотеке Лобачевского пройдут тренинги и семинары по мультимедийной журналистике «Мультимедийная бариста», «Мультимедийная кофейня» и «Мультимедийный мозг». Мероприятие проводит эксперт Оксана Силантьева, тренер-консультант в сфере внутренней, внешней и массовой коммуникации. Инженеры Книтукаи имени Туполева выиграли мировой чемпионат по изготовлению изделий из композитных материалов «Композит Бэтл Уорлд Кап Казан-2016». Российские разработчики заняли весь пьедестал почета, по технологическим показателям обойдя команды Китая, Индии, Белоруссии, Германии и Казахстана. Гребцы Поворской академии спорта и туризма собрали коллекцию наград на всероссийских соревнованиях по академической гребле «Осенние старты». В копилке академиков 5 золотых, 4 серебряных и 4 бронзовых награды. В Казани стартовал турнир по регби среди школьников «Юный динамовец». В соревнованиях принимают участие будущие спортсмены в возрасте от 9 до 18 лет из разных городов России. В Казани открылась хоккейная школа Даниза Зарипова. Планируется, что центр подобного уровня поднимет спортивный престиж Казани. Елабужский государственный музей-заповедник присоединился к всероссийской акции «Ночь искусств», предоставив посетителям развлекательные программы четырех своих музеев. Посетители ожидают музыкально-поэтическая программа «Содружество МУС», световые картины и песочное шоу. Ежегодный фестиваль «Зиландкон» может переехать в пригород Казани. Планируемый переезд связан с ремонтом в Доме культуры Ленина. В Елабужском институте Казанского университета прошел конкурс по технологии среди школьников. Чем удивили юные таланты, узнаем в следующем сюжете. 29 октября на базе инженерно-технологического факультета Елабужского института КФУ прошел восьмой межрегиональный конкурс по технологии «Созидательный труд школьников». В нем приняли участие более ста ребят со всей республики Татарстан и соседних регионов. Организаторами конкурса выступили преподаватели и студенты Елабужского института. Они тщательно подготовили конкурсную программу, которая состояла из трех этапов – теория, практика и творческое задание. Как отметили школьники, они с интересом участвовали во всех этапах, представляли свои проекты и учились чему-то новому. Я представляю творческое изделие, а именно башни Коу-Шарифа. Мы приехали сюда и надеемся, что мы сможем победить. Все было очень хорошо, мне понравилось, надеюсь приехать сюда вновь. Вместе с участниками приехали и учителя, которые помогали им готовиться к конкурсу. Мы 8 лет подряд, наши дети участвуют в этом конкурсе, который очень важен для нашего предмета. И мы к этому конкурсу готовимся. И это как бы очередной шаг такой подготовки к муниципальному этапу Всероссийской Олимпиады школьников по технологии. По итогам победители и призеров наградили дипломами, а педагоги, подготовившие юные таланты, получили грамоты. Анна Глузнова, Сирена Иванова, Айдар Салихов, Универньюз. Из Германии представители Универ ТВ и ЮФМ привезли с собой множество эмоций и впечатлений. Давайте окунемся в мир радио и телевидения и узнаем, как это все происходит там, в Германии. Чемоданы собраны, посадка закончилась, а это значит, что впереди у представителей телеканала Универ ТВ и радио ЮФМ только самые насыщенные дни работы с известным германским радиокоракс. Знакомство канала с делегацией из Германии произошло еще год назад, где во время посещения экскурсии гости были удивлены такой активной работой студенческого канала и зарождающегося еще тогда радио ЮФМ. После тесного общения в этом году из Германии пришло письмо, где в рамках культурно-образовательного обмена опытом они пригласили сотрудника нашего канала и представителя радио ЮФМ. Знакомство с достопримечательностями Берлина, Магдебурга, кухни и традициями Германии об этой поездке руководитель службы новостей может рассказывать долго, но основной целью посещения Германии являлся обмен опытом и получение новых знаний в области радио и телевидения. Мы проходили, вернее участвовали в перформансе, который показался мне как больше не перформанс, а целый квест, где надо было при помощи радиоволны найти человека. Нам дали специальные приемнички, выбрали чистоту, оттуда шли какие-то непонятные звуки, где мы должны были сориентироваться, откуда же шел этот звук или для какого места характерны такие звуки. Настолько все это увлекательно было, что мы поняли, что радио может являться не только СМИ, но и каким-то развлекательным инструментом. Формат радиокорекс очень удивил наших представителей, ведь оно является свободным пространством, где любой желающий может зайти в студию и поговорить о проблеме, которая его волнует. На радиопередачи могут идти на двух, трех, а порой на пяти разных языках. Опыт здесь получаешь огромный, потому что ты работаешь на свободной радиостанции в Германии, радиокорекс. Впечатления от поездки, они одно слово, сюрприз, удивление, потому что все время удивляешься каким-то вещам, с которыми ты не сталкивался в жизни. Универ ТВ и ЮФМ побывали на мастер-классах по журналистике, посетили различные радиостанции, редакции студенческих и городских газет и журналов в городе Халли. А организаторы, в свою очередь, постарались сделать программу для представителей из России насыщенной и интересной. Вообще, мне очень нравится работать вместе с людьми из других стран, и поэтому я возьму такая энергия из этого работы, что это для всех хватит. Самым необычным для радищиков в Казанском университете было вещание в прямом эфире и самой высокой башне в городе Халли. Рыночная церковь построена еще в 16 веке. Эфир шел на трех языках – татарском, русском и немецком, где они говорили о Татарстане, традициях, культуре и музыке нашей республики. В планах Радиокорекс и ЮФМ хотят начать тесное сотрудничество. Они обсудили создание общего контента. Планируется, что наше радио будет готовить программы на русском и немецком языках. Тем же самым будет заниматься и Радиокорекс. Таким образом, наши передачи будут транслироваться в Германии, а их программы на нашей волне. Анна Глазунова, Универ Ньюс. Вот и все новости на сегодня. Зарабатывай больше баллов и положительных оценок. До встречи! Субтитры подогнал «Симон»!